Здравствуйте, дорогие друзья, читатели портала «Аргументы и факты Украины». Сегодня у нас гостях известный украинский рай телеведущий, генеральный продюсер музыкальной премии «Юна» Павел Ширко. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Мы знаем, что сейчас вот произошли глобальные изменения в конкурсе «Юна» на номинациях. Подробнее рассказать нам, что произошло, как это происходило, какой формат мероприятия, что изменилось? Формат не поменялся, вообще ничего не поменялось. Глобально, можно сказать, что глобально поменялись некоторые номинации, некоторые добавились. Начнем, наверное, с них. Самое первое, что поменялось, начиная с этого года, мы создали экспертный совет. Экспертный совет, в который мы включили людей, которые, сведущие в музыкальной индустрии, очень и очень, и давно этим занимаются. Очень опытный каждый в своей сфере. Мы пригласили Валентина Коваля, который более 20 лет в этой сфере и является генеральным продюсером музыкальных каналов «М1 и М2». Мы пригласили Виталия Дроздова, генерального директора «Хит.ФМ», самой успешной радиостанции в Украине. Мы пригласили программного директора радио ЕС Армана Давыдова, у которого опыт тоже более 15 лет. Он как представляющий независимые, не холдинговые радиостанции. Мы также позвали Юрия Никитина, одного из самых известных продюсеров, самых успешных в Украине. Евгения Ступку, самый, наверное, известный саунд-продюсер в Украине, который сделал в том числе и несколько альбомов «Океанези», самых успешных. И мы пригласили Александра Пономарева как представителя, что ли, категории артистов, которые выиграли «Юны лучшие за 20 лет». Вот таким образом, ну и я являюсь членом совета, и является членом совета Андрея Булах, управляющий партнер компании «Делойд», которая является гарантом прозрачности нашей компании. Вот таким образом мы имели неоднократное заседание, где спорили, голосовали, и в результате все, что мы делали, это делали то, чтобы «Юна» еще больше стимулировала музыкальную индустрию, чтобы она развивалась, несмотря на все сложные времена, но и времена не были, каждый должен заниматься своим делом, мы занимаемся этим делом. И в результате вот мы пришли к таким изменениям. Теперь не будет номинации «Найкращий ваканавас», «Найкращий ваканавас», а будет номинация «Найкращий соло-артист». Объединили. Объединили в одну, то есть, скажем, упразднили гендерность неким образом. Но это было связано с тем, что, наверное, так правильнее и даже интереснее будет творчество, «Дорна Козловского», «Вакарчука» было интереснее в этом году, либо же «Лободы», «Кароль», «Лорак», «Русланы». То есть это даже будет интересно, когда это будет объединено в одну. Дальше. А вот с номинацией группы мы, наоборот, разделили ее на две части. Будет номинация «Поп-группа» и «Рок-группа». Опять же это все связано с тем, чтобы стимулировать больше развитие рынка, потому что есть очень много хороших поп-групп, но когда в номинацию «Группа» попадают такие уже монстры, как «Океанельзы», «Бумбокс», да уже сейчас и «Хардкист», допустим, то поп-группам фактически ничего не связано. Жюри автоматически голосует больше за якобы более такую качественную в их понимании музыку. Но нужно отдавать отчет, что поп-музыка – это тоже очень качественный продукт, просто чуть другой продукт, который любит слушатель, зритель. Посему вот будут две номинации. Дальше, из добавления я бы даже сказал, появится номинация «Найкращий менеджмент артиста». Мы специально ее решили сделать для того, чтобы без менеджмента нет индустрии и бизнеса. Поэтому мы хотим тоже стимулировать. Возможно, со временем какие-то бизнесмены будут верить больше в музыку у нас в стране и будут инвестировать и вместе с тем и продюсировать и менеджерей. Таким образом, это тоже даст толчок, потому что мы знаем с вами прекрасно, что после таких шоу, как «Х-фактор», «Голос страны», великое количество нас талантов, голосов и куда они дальше деваются, пропадает. Почему? Потому что некому ими заниматься. По «Диороку» мы хотим награждать тех, кто сделал лучший музыкальный концерт, фестиваль или телевизионную версию концерта. И вот еще что из нового – это «Наикраще артист не медиа». Учитывая, что мы живем с вами в современные времена и понимаем, насколько социальные сети YouTube, закачки бэк-рингтонов, насколько это все влияет на популярность артиста, то вот мы решили создать такую номинацию. Это, кстати, единственная номинация будет, где принимать решение будет только совет экспертный. Жюри здесь не будет голосовать. Мы будем собираться для того, чтобы собирать все данные всех мобильных операторов Украины, заказчиков на iTunes, опять же, посещаемые социальных сетей. Ну и вот после этого будем принимать решение, кому отдать эту награду. Ну вот, собственно, пожалуй… А, еще, естественно, следует добавить, что не будет номинации отдельной «Наикраще автор слив» и «Наикраще композитор». Мы, долго советуясь, пришли к тому, опять же, на основе других премий, смотря на наш рынок, что награда «Песня года» в этом году, по итогам этого года, будет вручаться не только исполнителю, но и композитору, и автору слов. То есть, по сути, это будет как бы три награды в одной. Но если посмотреть на опыт Грэмми, например, у них вообще есть отдельная номинация «Запись года» и «Песня года» за «Запись года» получает тот, кто поет, за «Песню года» получает тот, кто ее написал. Но в нашем случае это будет совсем все сложно, поэтому просто за «Песню года» будут получать все. И в номинации «Альбом года» теперь не только те, кто его создал, имеется в виду авторы, допустим, «Хардкис» был в этом году, не только они будут получать, но и «Саундпродюсер». Потому что ни для кого не секрет, насколько… «Саундпродюсер» — это как, я не знаю, некий дизайнер одежды. То есть, он одевает песни в альбом, потому что если не будет хорошей одежды, то хорошей мелодии уже недостаточно. Нужно, чтобы это было красиво. Да никогда не было недостаточно. Если вспомнить времена «Битлз», многие песни могли бы и не стать хитами, если бы великий Джордж Мартин не подсказывал правильные ходы. Да. Так что, ну вот, наверное, основные все изменения, и, наверное, точно я вам все рассказал, теперь готов ответить на вопрос. Давайте вопросом на наших читателей. Первый вопрос. Алла спрашивает. «Паша, здравствуйте. Была на крайней церемонии июна отдельный номерок очень красивый. Спасибо. Какие сюрпризы можно ждать на следующей церемонии?» Ну, пока рано еще говорить об этом, потому что мы всегда начинаем работать над списком выступающих после того, когда в декабре, во второй половине декабря оглашается после первого этапа голосования список номинантов. То есть, по сути, классика любой музыкальной церемонии, хорошей в мире, на основе номинантов строятся номера, ну и плюс там некоторые гостевые номера, скажем так. Поэтому сейчас пока мне очень сложно сказать, но тем более я думаю, что нас вообще в стране загадывать более чем на день сложновато. Спасибо. Следующий вопрос от Саши. Павел. Кто из современных молодых артистов может получить звание народного, на Ваше мнение? Спасибо. Ну, знаете, я всегда не понимал в нашей стране, ну и в бывшем Советском Союзе, понятие народного артиста, потому что, ну, народного должен давать как-то народ, а тут, получается, дают там члены правительства, или кто там это дает. И даже если посмотреть список наших народных и заслуженных артистов Украины, то я уверен, если выйти на улице и обойти или сделать какое-то голосование, там, возможно, процентов 30 никто их и не знает. Это не умаляет их достоинства, но здесь понятие народное, и я его не совсем понимаю. Может быть, это поменять? Может быть, новый премию от народа? От народа, да. Может быть, есть, знаете, есть, ну, в той же Америке есть такая церемония, называется People Choice Awards, где вручают, собственно, и за музыку, и за киноиндустрию именно вот то, что нравится людям. И вот, ну, что-то такое, это тоже то, что у нас в стране не хватает, безусловно, да? У нас много чего не хватает. А чего очень никогда еще в нашей стране? На вашем мнении чего? Совести у некоторых людей. Начнем с этого. Спасибо большое. Следующий вопрос к гостям. Спасибо, что такое время вы делаете для музыки, и сейчас очень важно продолжать развить музыкальную индустрию. Очень просто пожелание, что вы продолжаете развивать музыкальную индустрию. Лиза, как вы будете определять менеджмент? Эту награду будет получать один человек или вся команда артиста? О, отличный вопрос. Спасибо, Лиза. Видно, человек глубоко так подошел. На самом деле это действительно будет получать менеджмент, это будет получать команда, ну, очевидно, на сцену это будет выходить лидер команды, или кого решат, потому что, знаете, тут тоже нужно смотреть. У некоторых артистов есть менеджмент из нескольких человек, у некоторых артистов есть просто один менеджер. У нас все по-разному, поэтому здесь... Но вопрос еще хорош тем, что в этой номинации как мы будем составлять шорт-лист, ну, список номинантов? После того, как после первого этапа голосования определятся пятерки соло-артиста, поп-группа и рок-группа, вот всех, собственно, кто является менеджерами вот этих артистов, они автоматически становятся номинантами и потом уже из них будут выбирать. Ну, потому что это логично. Если, скажем, я не знаю, Дорна, Монатика, кого-то еще, он номинирован в этом году, значит, его менеджмент отработал отлично, они сделали хороший, качественный продукт, поэтому они имеют право быть номинированными. То есть в первом этапе голосования менеджмента не будет, он будет во втором, после того, как мы видим, кто попал в номинации лучшую рок-группа, поп-группа и соло-артисты. А не получится ли так, что вот выиграл соло-артиста и его менеджмент автоматически получает приз? Нет, нет. А не лучшая работа получилась? Это музыкант, он стал лучшим, я понял. Но это же будет из пятерок выбираться, то есть никто ж не будет знать, жюри будет голосовать. То есть может получиться, что лучшим артистом соло-артистом станет Иван Дорн, а, например, лучшим менеджментом сагамонов за работу с бумбоксом. Понимаете? Это абсолютно нормально. Мы же три критерия, так что. Спасибо. Идем к следующему вопросу. Роза скажет. Паша, хочется слышать ваш голос и видеть вас. Верните, пожалуйста, Галорадио. Так совсем не честно. Да, но, к сожалению, Галорадио не вернуть. Это отдельная история. Бизнес есть бизнес. И, к сожалению, на определенном этапе нам пришлось перейти к тому, что появились, скажем, партнеры, покупатели и решили чуть по-другому развивать. Сами понимаете, в наше время в любом бизнесе выживать сложно, в медийном особенно, тем более, когда не являешься частью холдинга, тем более, когда нет дотации от, не знаю, скажем, олигархов или очень богатых людей, то самому все тянуть это фактически сейчас невозможно. Поэтому нами и мажоритарным партнерам было принято решение, что это надо было сделать. Но жизнь продолжается. В любом случае, я и сотрудничал с этой новой радиостанцией. Мы там делали для них ряд проектов и очень хороших отношений. Но, безусловно, я там все равно в радио что-то еще буду делать, потому что, ну, знаете, 19 с половиной лет, а нож в крови. И я с удовольствием вернусь, сделаю и радийный проект, и с удовольствием сейчас мы работаем надряд в телевизионных. Ну, я и моя команда как продюсерский центр. Мы сделали несколько пилотов. Возможно, что-то у нас в стране выйдет, возможно, что-то на другие страны. Мы сейчас там пытаемся выходить. Так что... Но, безусловно, и в Украине. Украину я очень люблю. Поэтому я хочу в Украине вернуться и на телевизор, и на радио. Надеюсь, это будет скоро. Проекты готовятся. А вы думаете о вашей команде? Какая ваша команда? Молодая команда? Ну, у меня, понимаете, команда еще с времен Гала. И костяк у меня остался. То есть они сейчас работают в моей компании, которая называется PS Media. И, ну, вот мы, собственно, делаем разные, в том числе и Юна, в том числе и другие телевизионные проекты, мероприятия разные, делаем разного масштаба. Вот недавно вернулись из Казахстана, делали там большую презентацию для международных авиалий, не Украина. Так что, такие разные. Разные сферы приплевают? Ну, нет. В принципе, все, что и было. Телевидение, радио, мероприятия. Три основных коня. Вы просто подлили с Львовым. Какой прогноз на этот год? Кто станет лучшим? Как вы думаете? Ну, смотрите, календарный год Юны идет с 1 ноября по 31 октября. То есть до 31 октября у нас еще, ну, даже если июль не считаем, то август-сентябрь. Ну, три месяца еще, да, октябрь. То есть три-три с половиной месяца. Все может произойти, тем более в сентябре-октябре обычно много новых работ появляется интересных. Поэтому сложно сказать. Как на данный момент, то я даже, ну, наверное, у Лавады очень сильные треки были, там не нужна. У Дорна было интереснее. Ну, сложно. Надо посмотреть на референс-лист, который у нас на сайте. То есть у нас сейчас на сайте Юна выложен референс-лист. То есть все те работы, которые могут быть номинированы, которые вышли в этом году, и все те артисты по каждой номинации все выложено. Вот этот, собственно, референс-лист является основой, на основе которой члены жюри будут голосовать, выбирать пятерки. Ну, еще добавятся, может, некоторые исполнители. Да, конечно, но еще три с половиной месяца впереди. Конечно. Мало того, даже кто-то может, кто вообще еще ни одной песни не выпустил, может успеть выпустить две и попасть в список, расширенный список. Ну да. Все быстро. Далее спрашивает. Работаете ли вы с компаниями, которые организуют ивенги, создание концертной программы ивенги? Возможно ли, все числами. Как мы с вами связаться? Возможно, что? Сами сотрудничать. А, ну мы никогда не против сотрудничества. То есть связаться с нами легко. Есть на сайте Юна, есть наши координаты. Можете написать нам письмо с той идеей сотрудничества. Мы с вами свяжемся и встретимся. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Это не значит, что мы все предложения принимаем. Но, например, когда мы Юну делаем, то я всегда очень открыто общаюсь с артистами. То есть я моментами что-то навязываю, что я хочу, чтобы они сделали. Моментами они говорят, вот они хотят то. Я говорю, окей, давай соединим. То есть это всегда какая-то совместная работа. Это лучше, чтобы не задавить там какую-то индивидуальность артиста. Поэтому и многие номера, большинство номеров, получаются яркими, стильными, красивыми. Которые до сих пор люди пересматривают, скидывают ссылки друг к другу. Да. Удивили ее на этом году. Следующий вопрос. Рома спрашивает. Проходите, пожалуйста, почему другие жанры музыки вы не выделяете? Например, джаз, электронная музыка. Хороший вопрос. Ну, вы понимаете, с чего-то нужно начинать все-таки. Это пятый год. Да и страна у нас, музыкальная индустрия не такая мощная. Со временем мы, конечно, будем это добавлять. Но видите, уже в этом году мы делаем определенный шаг вперед. Про электронную музыку мы как раз на экспертном совете долго общались. Но решили, что пока электронная музыка, собственно, будет составляющей поп-группы. Ну, это все равно электронная музыка это ближе к попу, чем к року, безусловно. То есть, если, например, мы говорим о... Тем более, опять же, суто электронную музыку тяжело выделить. Например, вот Онука, это поп или электронная музыка? Это что-то где-то посередине, например, что-то стильное, необычное. Ну, вот Онука, например, может спокойно быть номинирована, например, на поп-группу в этом году. Так что, ну, опять же, мы смотрим джаз, да, джаз, безусловно. Но у нас, если тоже так посмотреть, то по джазу очень много есть групп, которые работают, делают шикарные интерпретации, ковера. Но у нас в регламенте идет, ну, на данный момент пока так всегда, что мы награждаем за сотворение нового контента. То есть, перескивая и каверы мы не учитываем. Но вместе с тем, со временем, я думаю, что, конечно, хочется и джаз, хочется их добавлять. Но нужно смотреть на рынок. То есть, понимаете, если у нас будет, грубо говоря, теоретически пять человек, которые могут быть номинированы, и они будут номинированы, и один из них станет лучшим, но это не совсем. То есть, ниша должна быть как-то пошире. Так что, я очень хочу, что я вообще фанат джаза, поэтому я лично с большим удовольствием. Но все постепенно. Грэмми тоже когда-то начиналось с каких-то семи-десяти номинаций, а сейчас их сотни с копейкой. Так что, ну, так это же рынок надо иметь. Да, это точно. Таня спрашивает. Вы занимаетесь с другими музыкальными проектами? Предскажите о них подробнее и сотрудничаете ли вы с начинающими вокалистами? Да, и сотрудничаем, и занимаемся. Ну, мы, Татьяна, может быть, вы видели, мы сделали серию в свое время проектов, будем ее продолжать, трибьютов. Мы делали большой трибьют Битлз, пять лет назад делали трибьют Джексону, тоже пять лет назад, когда он погиб. Мы делали большой трибьют Квинн, и Джексон и Квинн были телевизионные версии, на Интере выходили. Мы делали такие красивые музыкальные проекты, как Дивы, где Гайтана, Ани Лорак и Руслана вместе, большой живой проект. Кумиры 80-х, 90-х. Много таких вот интересных вещей мы делали, и будем их продолжать делать. Опять же, дай Бог как-то, чтобы тоже спонсоров хоть чуть-чуть, но понимали и давали, потому что самим тяжело все. То есть спонсоры дотяги делают? Ну, они помогают, но как без спонсоров, собственно. Все живут на спонсорах во всем мире. Во время вообще там такой лист спонсоров, что у нас, видите, времена сложные. Спасибо большое. Следующий вопрос. Сергей Анатольевич. С какими трудностями вы сталкиваетесь в организации премии? Ну, трудностей всегда много. Как в любой организации, любого большого шоу или любого большого проекта. Ну, наверное, прежде всего это, конечно, какие-то финансовые сложности и ситуация в стране. То есть если брать последние две юны, ну, вот третья церемония состоялась 25 марта, как раз после событий на Майдане, которые были в феврале. И долго стоял вопрос вообще делать или нет. То есть еще буквально за четыре дня мы не понимали, будем делать юну или нет. То есть да, мы к ней готовились, мы все подготовили, но все вот так висело на волоске. Боялись всяких провокаций и всего. Но все-таки посыл «Музыка убедная» он как-то помог, а это тогда было первое, наверное, светское мероприятие за долгое время. И народ собрался, мы поняли, что это нужно. Потому что нужно поднимать, ну, как бы дух людей, дух индустрии. И после этого, я смотрю, и туры пошли у артистов, и какие-то, и увеличилось количество песен. Ну, нужно давать такие толчки людям, но мы не можем же просто уйти в депрессию. Это же не поможет никому. Да, понятно, что плохая ситуация в стране, но что мы можем сделать? Просто ругать там наше правительство или там Путина Коломойского, кто кого? Там уже пусть… Никто не знает, кроме тех, кто это придумал, кто это придумал и для чего, и какие у них цели. Поэтому нам остается просто каждому заниматься своим делом и понимать, что жизнь идет, знаете, это как в спортклуб, когда ходишь, и потом уезжаешь на две недели, ты можешь две недели заморозить, и к тебе их потом добавят. К сожалению, мы не можем заморозить два года нашей жизни, нам их потом никто не добавит. Поэтому жить нужно каждым днем. Ну, там немножко философия ушла. Интересно ваше мнение, но интересно читать, интересно нам. Спасибо. Следующий вопрос. Карин. Почему сейчас нет 15 минут до завтра? Угу. Угу. Спасибо за вопрос. Да, это действительно был очень особенный проект для нас, для меня в частности. Я давно хотел сделать в Украине лайт-найт шоу. И, ну вот тогда, спасибо там Сергею Затули, который тогда был генеральным директором телеканала К1, который поверил в это. И мы вот своим продакшеном, вместе с моим партнером Дмитрием Катеринцем, мы сделали за год порядком 150 программ. Вот она выходила почти каждый годный день. Ну, как вам сказать. На тот момент, когда за год 150 программ, ну и плюс там руководство еще парой компаний, то я просто понял, что я немножко выдохся. Ну, меня мало стало, тяжело было. Вот. Ну, сейчас, когда время прошло, конечно, хочется что-то вернуть. Особенно, когда видишь, что там, ну опять же, в России тот же вечерний Ургант, он же начался намного после нас. Мало того, мы неоднократно видели несколько там таких штучек, которые мы делали, и они их сделали почти так же, но по-своему. Ну, это, я считаю, неким комплиментом. Потому что россияне, они вообще телевизионщики, они молодцы, они хитрым образом подсматривают везде все. Я помню еще, когда мы с Евросининой на интервью вели шоу «Звездный дуэт», это был формат купленный, и россияне посмотрели, и потом поняли, какие ошибки мы допустили, как для аудитории телевизионной, и сделали это чуть по-другому. У них это шоу называлось «Две звезды», и это было у них после. То есть, у них шоу вышло очень успешно. У нас тоже оно было достаточно успешно, но тогда было еще «Танцы со звездами», которое параллельно шло, было более популярно, и поэтому как бы второго сезона «Звездного» то это не было, собственно. Так что, я надеюсь, что в 15 минут завтра или а-ля подобному проекту вечернему мы вернемся. Я это очень люблю, и опять же, будем надеяться на то, что рынок хоть чуть-чуть станет стабильнее. Будем надеяться. Спасибо за ответ. Следующий вопрос Сергей. Кто станет ведущим в этом роде? Потапу в наикраще? Леша Потапенко вообще умница. Я его очень люблю, уважаю. Он очень талантливый и способный, и работящий. Он относился всегда к ведению очень серьезно. Мы собирались, мы работали всегда костяком четыре человека. Леша, я и еще два автора. Вот мы вчетвером сидели, брейнстормили, выдумывали все эти шутки, все прорабатывали. Потом Леша все приходил, там заранее имитировал. То есть все четко, он же работал без всякого подстрочника, подсказчика, без ничего. То есть вот настолько серьезно подходил к этому, что люди не верили. Как это? Где тебе в ухо кто-то говорит? Где находится экран? Откуда? Как все? Да нет, просто человек профессионально подходит, живет этим. И, ну, две юные мы отработали отлично. Но, к сожалению, вот в этом году по определенным причинам он не мог вести. Но мы сделали чуть другую формулу, что тоже хорошо. Я считаю, что она, особенно в телевизионной версии, отлично сработала. Ну, не знаю, будем общаться. Я бы очень хотел, чтобы Леша ввел следующую церемонию. Тем более, есть там ряд идей уже определенных под него, в том числе. Ну, посмотрим. Сейчас просто, видите, лето мы поменяли все. Ну, не все, многие вещи поменяли. Они поэтому заявляем сейчас, так как календарный год идет, и чтобы артисты тоже знали, и зрители, и слушатели, и читатели. Ну, а уже где-то там после, наверное, октября можно будет задумываться и говорить о том, кто будет вести и так далее. Ясно. Людмила, состояние нашего шоу-бита сейчас в упадке. Как Вы думаете, сколько времени нужно для полного расцвета? Ну, Людмила, можно перефразировать Вашу фразу, тем, что я бы сказал, что состояние нашей страны сейчас в упадке, когда мы будем ждать расцвета. Оно же все взаимосвязано. Но Вы знаете, что мне кажется сейчас, ну, относительно хорошо в нашем шоу-бизнесе, я всегда не любил слово шоу-бизнес, я люблю все это музыкальные индустрии. Что хорошо, это то, что, ну, больно артистам, меньше у многих стало работ, или там за меньшие деньги приходится работать, выступать, это больно, это понятно. Но, с другой стороны, сейчас у них появилось время творить. Кто творит на злобу дня, кто продолжает писать там про любовь, это все хорошо. То есть продукта стало сейчас больше. Украинского продукта? Да, украинского музыкального продукта сейчас стало больше. Даже если посмотреть на референс-листы, очень много было выпущено в этом году больше, чем в прошлом. Уже даже, хотя еще год не окончился. Ну, это некий позитив. Насколько что качественно, ну, это уже судить членов жюри. Но вот такой есть некий позитив в этом. А если говорить о шоу-бизнес, ну, о такой большой-большой какой-то структурной схеме, ну, вот она и появится, когда чуть-чуть стране станет получше, потому что уже предпосылки для этого всего есть. И юно собираем лучших представителей шоу-музыкальной индустрии. Мы вместе пытаемся все это менять, двигать вперед. Я думаю, со временем еще больше людей будет подключаться. Ну, вот как-то так вместе и быстро. Надежда есть, надежда не умирает. Да, конечно. Следующий вопрос от Александра. Павел, благодарим Вас. У меня вопрос. Благодарим Ваш продолжает организовывать церемонию в расслуженное время. И вопрос от Сергея. Павел, почему хотя бы за некоторые номинации не голосует народ, онлайн-голосование? Да, тоже хороший вопрос. Спасибо. А дело в том, что, понимаете, все-таки, если посмотреть на мировые аналоги, там, Брит, Грэмми, Эко-Авордс, другие церемонии, то эта премия называется профессиональная, то есть где решают профессионалы. В Брит есть одно исключение. После того, как выбирается пятерка лучших песен, шоу у них идет в прямом эфире, вот в течение этого прямого эфира народ голосует, выбирает лучшую песню. То есть вот они, собственно, одну номинацию частично отдают на растерзание людям. В этом что-то есть. И мы тоже думали об этом, может, что-то такое в этом году начать. Но пока советом проголосовали, что не сейчас. Со временем, я думаю, что, может быть, одна или две номинации появятся, где будет определять народ. Ну вот, косвенным образом народ будет определять и в номинации «Найкращий артест не медиа», потому что это все будет строиться на количестве посещений в соцсетях, закачки через Банк и Лентон, потому что это все, что делают люди. Просто совет будет все это данное собирать и выбирать того, у кого этого было больше. Косвенным образом это, почти прямым образом это люди. Да и вообще, собственно, если посмотреть на членов жюри, то поймите, так сказать это те люди, которые являются некоторыми послами, представителями такого музыкального парламента, в у нас стране. Потому что они являются теми людьми, которые подают музыку народу. То бишь, это музыкальные программные директора радиостанции. Это те, кто выбирает музыку, которую вы, уважаемый слушатель, слушаете. Музыкальные программные директора телеканалов. Это, опять же, те люди, которые выбирают те клипы, которые вы смотрите. онлайн и журналисты музыкальные которые пишут о том что вы читаете которые выкладывают те песни в интернете которые вы смотрите то есть по сути это некие ваши вы получаете всю музыку через них поэтому почему не доверять ну честно говоря я не знаю как премия помогает ребятам с а то разве что наверно как-то морально если они смотрят музыку и все то есть тут мы есть много благотворительных организаций которые сейчас помогает а то и мы частично как индивидуумы участвую в этих организациях и и помогает премия сама нет но мы как индивидуум я лично участвовал другие мои ребята участвовали все тоже такое дело лично и каждый смотрит на это по-своему на мы участвуем на деле то есть как премии как премия может помочь собственно давать награду какую-то это же странно да конечно ольга спрашивает как можно упасть в фан-зону на церемонию премии да очень реально просто опять же зайдите на сайт юна там есть наш имел напишите о вашем желании уверен на сто процентов уверен так у нас есть нам люди пишут кто через фейсбук кто через по имейлу что они хотят попасть на фан-зону у нас есть определенное количество человек там где-то 150 или 200 мы и собственно их эти билеты мы фан-зону даем бесплатно просто есть лимитированное количество людей так что если есть желание просто напишите да и все заранее заранее что можно не успеть лимитированным следующий вопрос спасибо что вы делаете уровень с вашего бизнеса большое дело кажется благодаря июне молодые артист начинают делать например как монатик мы за вас на монатик действительно умница просто монатик вот хардкис знаете как это наверное те люди которые ну они сами бы наверное состоялись но такая премия как юн она является неким катализатором то есть мы просто ускорили процесс популярности и выход на больше рынок это замечательно потому что но вот хардкис во время была группа которая была хорошо известна в узких кругах отличная музыка интересная но вот потом когда члены жюри опять же номинировали я помню реакцию многих людей что это за группа в открытии вообще не слышали что это тут они увидели номер но члены жюри проголосовали они еще выиграли открытие потом они спустя были номинирован уже на уже как группа номинирована была да и в прошлом году получили лучшая песня и лучшая группа так что ну это серьезное достижение ребята очень талантливые смотрю вот недавно с валерой общался там по поводу одного концерта они в тот день не могли слава богу них есть работа ездит их любит меня это очень да это наверное без нас бы как-то состоялось может быть чуть позже что но мы просто ускорили этот процесс тот же монатик да тот же дорн посмотрите именно что началось когда дорн только появлялся сейчас это уже там за четыре года как вырос так что это все очень рада что юна помогает и больше будет от молодых людей цепляться получать шанс ну а дальше уже видите сами повторяются как попасть молодому артисту номинацию на юну как попасть что надо сделать просто почитайте регламент он очень несложный регламент есть на сайте юна юной в регламенте написано что чтобы быть номинированным в категории там ну допустим сидите молодой артист если вы еще ничего не выпускали что на номинировать что-то что будет номинирован в категории открытие года достаточно выпустить одну песню которая будет тратирована хотя бы на одном из музыкальных или радио 100 как телеканалов либо же радиостанции если она будет отметить ротацию то и вы уже попадаете в референс лист и за вас если посчитает нужным членом жюри проголосует если же вы пустите две такие песни две песни в этот промежуток которые тоже будут ротироваться не просто вы их выпустите для себя они будут иметь ротации на теле и радио то тогда вы даже можете попасть категорию там артист и смысле на краще соло выкуна вас если же вы группа то рок или поп-группа принципе все достаточно хорошо просто главное чтобы вас ротировали то что вы сделали свое чтобы это крутили если это крутят это попадает в референс лист если это достойно члены жюри за вас голосуют вы попадаете номинации а там возможно и выигрывать хороший продукт да ну и чтобы в него поверили и телевизионщики и радищики его покрутили без ротации но невозможно иначе как но мы должны были поставить какие-то критерии свои но так получается это что любой артист который вот там вы завтра пошли написали песню но и тогда и что это члены жюри будут смотреть на такое полотно во первых это невозможно будет всех прослушать просмотреть а так хотя бы когда если это крутилась на радио станции то есть в шорт-листе то ну это понятно что значит это было достойно если это крутилась жюри слушает выбирает значит это голосу из-за этого не так что это хороший критерий спасибо большое просит у нас закончились от вас пожелания при этом пожелание одно в наше время на этом мира 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 добра и хорошей музыки пусть музыка вам помогает переживать сложные моменты в жизни не только связано с ситуацией стороне да и вообще любой сложной ситуации то музыка это величайство что надо но сверху и давать ей наслаждаться и вместе любить музыку в том числе и украинскую которая но поверьте мне человеку который занимается этим почти 20 лет и на стране который видел становление такие анализы до городу рна кары и так далее она улучшается у нас есть чем гордиться уже и знаете я всегда говорю что есть такой показатель но у меня это там порядком 8-10 артистов украинских в айподе а это очень большой показатель это потому что ipod я слушаю не для работы чтобы отдыхать а если они туда попадают значит это круто так что хорошая на украинской музыке спасибо большое до свидания